Смотрите какие варежки нам подарили Не очень практично, но супер мило У меня тут сейчас в стационаре, в кавычках в стационаре цирк уродов Сейчас собрались птицы, которых я повынимала из вольеров Потому что они не вытягивают сильные холода Желна, это приехала от Табрис Пока сидит здесь, я ее сейчас буду переводить в собачью клетку большую Пока я ее забрала из вольера Потому что птице очень тяжело в холоде Она, во-первых, недостаточно набрала вес Она не толстая, как должна быть Ну и вообще она привыкла к более теплой температуре Поэтому будем ее постепенно жреть для холодов И постепенно адаптировать к улице Иначе она у нас в вольер заселиться не сможет Дроздов этих двух я достала из вольера Тоже поздние дрозды, поздние приехавшие к нам Че ты плюешься? Вот, и один певчий, один рябинник Но на самом деле, как бы, вид тут не имеет значения Потому что и певчие могут спокойно зимовать То есть более ранние певчие, которые у меня долгое время живут Они спокойно зимуют Черные дрозды спокойно зимуют А вот эти два, они такие более поздние, более проблемные Поэтому вот им стало тяжело Я их сейчас забрала И они скоро переедут в зимник Вот такие дела Кое-кто из птиц сейчас переехал с нами в Тержач Они там просто стоят в коробочках Потому что их нужно лечить два раза в день Соответственно, тех, кого можно лечить один раз в день Мы оставили здесь А тех, кому нужно два раза в день выдавать лекарства Тех мы забрали Потому что промежуток между выдачей лекарств Должен быть плюс-минус 12 часов Ну, то есть не так, что ты там приехал Не знаю, в 8 часов утра дал лекарство А второй раз, я не знаю, там в 4 часа То есть так, это плохо Спрашивали еще на ютубе про судьбу сороки Вари Которую я лечила К сожалению, Варя не выжила Хотя мы отправляли ее в Москву на лечение То есть мы ее обследовали полностью Там было много проблем Варя была невротик Она пережила какую-то сильную болезнь в детстве Это могла быть болезнь Нью-Касла Могла быть лихорадка западного Нила У нас год назад была большая эпидемия по птицам Вполне возможно, что Варю тоже это как-то зацепило Вот, ну и в общем, несмотря на все наши усилия К сожалению, вытянуть ее не удалось Еще я забрала из вольера Марусю Это голубая сорока Я очень надеялась, что она сможет перезимовать в вольере Но все равно она начала мерзнуть Видимо, ну как бы можно попробовать в следующем году еще раз дать ей шанс Но вот как бы пока у нее организм все-таки не выносит такой сильный минус Поэтому тоже я ее забрала Буду потом ее переселять в бытовку Вот такие вот дела Так что морозы, они под силу не всем птицам Особенно если птица ослабленная Если она недавно болела Еще какие-то проблемы По этой же причине я стараюсь очень осторожно принимать зимой птиц Ну, которые у кого-то лечились То есть если это взрослая ворона, которую подобрали на улице Там пролечили какое-то время И передали мне в вольер То там ее после небольшой адаптации в холодном помещении высадить можно Если это какой-то ручной выкормыш Которого зимой приспичило передавать в реабилитационный центр То я сразу говорю, что это плохая идея Потому что птица, которая всю жизнь прожила в квартире, например Если она у вас никогда в уличном вольере не жила И не зимовала на улице То такая высадка на улицу Это будет очень большой стресс для организма И не факт, что организм это выдержит Мы, конечно, обеспечиваем адаптацию к холодной температуре Но эта адаптация в течение недели-двух Она все равно не даст должного эффекта Если птица никогда на улице не жила Видишь, когда взорвался грузовик с размороженными цыплятами Я в недавнем видео писала о том, откуда эти цыплята Для людей, которые жалеют цыплят в комментариях То есть это отбраковка из птицефабрик Которая приезжает к нам в таких спрессованных, замороженных брикетах Ну то есть когда на птицефабриках, например, нужные куры не сушки А рождается куча петушков Ну как бы это побочный продукт производства Вот, то петушков утилизируют Ну и как бы лучше, чтобы они были утилизированы на корм животным Цыплят едят не только хищные птицы Их едят, их много кто ест Даже кошек ими кормят Вот Ну как бы поэтому мы вот закупаем такие брикеты Они дешевые Но это не единственный корм, который получают птицы Вот, сейчас просто привезли кучу цыплят Поэтому я всех закидываю цыплятами Потому что у меня забита морозилка по уши И я не могу там насекомых сложить внутрь Мне нужно, чтобы сейчас они подъели Эти запасы Вот А так обязательно нужно давать хищникам еще грызунов Потому что цыпленок это достаточно бедный корм Несбалансированный То есть там мало кальция, много фосфора И Как бы если кормить только цыплятами То Начнутся всякие нарушения веществ и так далее Нарушения обмена веществ Вот птица будет плохо линять Ну и всякие там Побочные эффекты Типа Снижение иммунитета Куча болячек всяких и прочего Поэтому грызунов мы тоже покупаем Но грызунов как раз вот разводят специально на корм экзотом Так что Там ну орлы едят в основном крыс Там хищники поменьше едят мышей Ну тоже как бы нужно покупать взрослых мышей, взрослых крыс Потому что Ну маленький мышонок Там примерно то же самое, что маленький цыпленок То есть еще не сформировавшееся животное Там с не сформировавшимся скелетом С пустым ЖКТ и так далее То есть нужно что-то уже Более-менее взрослое покупать Эти не идут ко мне Они там издали смотрят голодными глазами Ария Орел-могильник Она просто живет у нас очень давно Однокрылая Живет давно Поэтому Ей на меня уже немножечко пофиг Не то, что она меня любит Она меня и не любит Но просто она Пофигистична Скажем так Ария вряд ли прямо долго проживет Потому что Ну как бы крупная птица Без одного крыла Там начинается перекос скелета Начинается деформация Внутренних органов Ну посмотрим Как бы сколько проживет Столько проживет Будем надеяться Что подольше Ну зачем вот ты ее столкнула Что она тебе плохого сделала Ну тусанца Которая одноглазая У нее больше шансов Пожить подольше Потому что у нее просто Ну слепота на один глаз В остальном Крылья, ноги, руки У нее все целые За Златой Там еще Жаба сидит Она просто За Беркутом Конюха Курганника Не видно Покушила Рад Что Самые морозостойкие Тут Самые морозостойкие Гуляют О, страшная тетка О, страшная тетка Тут пришла Ничего, ребят В следующем году Пруд вам выкопаем У меня прямо Есть уже идея пруда Как сделать его С подогревом Совсем таким В общем, конечно Без купания Тяжело А маленькая ванночка Ее мало Вас покормили? У них вся еда Внутри домика Сейчас, потому что На улице она быстро Замерзает А они Замороженные Есть не могут Ну, тебя тетка Пристала Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok